Доброго времени суток, дамы и господа! Невыносимая жара наконец-то кончилась, и можно заняться видосиками. Сегодня поговорим о сервисе, о сайте, который позволит нам отслеживать различные мировые события в Diablo 4. Карта в Diablo 4 просто огромная, поэтому порой можно не уследить за тем, что на ней происходит. Сайт поможет нам всё абсолютно отслеживать и подскажет, что примерно в кой момент будет запущено. В целом, мировых событий не так много. Первое — это адский прилив, который важен с целью получения забытых душ для улучшения Квипа, с целью его рекрафта, с целью того, чтобы менять статы. В целом, события реально полезны, к тому же мы оттуда добываем легендарочки из сундуков. Второе — это мировой босс. Мирового босса мы, конечно же, посещаем, вылутываем самого мирового босса лут, а также ещё и сундучок вылутываем, что в целом тоже приятно. А третье событие, которое не так важно уже, как мне кажется, может, я не прав, — это собирающие полчища. Там немножко идут мопцы волнами, и убивая их, мы получаем оболы. Оболы, конечно, можно потратить на покупку вещиц. Это, скажем так, аналог Кадалы из третьей Диабла. Но мы прекрасно знаем, как это работает, как благосклонен рандом к некоторым игрокам. Ссылка на этот сайт уже была 7 июня в моём особом текстовом канале в Дискорде. Можете джойниться туда, буду рад вас там видеть. А теперь давайте же взглянем на этот сайт и немножко подскажу, как им пользоваться. Diablo 4 Event Tracker. Название сайта — diablo4.live. Само собой, ссылочку закину в описании. Кликните, и это будет намного удобнее. Первый — это World Bosses, мировые боссы. Всего их у нас три вида. Ашава, Аварис и Смерть. Я не помню, как его русское название. Ну, хотя сегодня я его на стриме убивал. Вот как раз о нём пометка Validated, то, что это всё правдиво. То, что да, он был в это время, и именно в этой локации, и именно этот был мировой босс. Именно вот два часа назад. Также можно сделать фильтр по результатам, и глянуть ранние какие-либо убийства. Указано местное время, если что. У меня плюс четыре от московского. Вот. Указано просто-напросто время по компьютеру, да, местное время. Тут Ашава, например, была в 13.23. Смерть была в 19.16. То есть, основываясь на этот перерыв, основываясь на время спавна между боссами, можно понять, когда будет следующий босс. Что, в целом, удобно. Далее, зона events. Различные ивенты. Далее, hell tight. Адский натиск, собственно. Аналогично. То есть, можно глянуть, когда он был. Зная промежуток между адским натиском, можно понять, когда будет следующий. И сразу начать фармить залу с целью того, чтобы открывать нужные нам сундучки с целью получения нужных нам вещиц. Ну и, конечно же, с целью получения забытых душ. Как-то так. Также можно и самим выкладывать информацию на этот сайт. Если залогиниться, то можно делать отчеты о том, что когда что-то будет, и оно будет проверяться, оно будет подтверждаться, либо отклоняться, если это ошибка. То есть, сами игроки выкладывают информацию о каких-либо событиях. Как-то так и работает этот сайт. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого.